Из исследований, ходит судебно-седаянное разбиратель доказали следующее, что непосредственной причиной дорожно-транспортного происшествия явились действия водителя Козырева о нарушении пунктов 1.3, 1.5, 2.7, 10, 1, 10, 2, 14, 1 и 14 апреля дорожного движения. Управляемым Козырем автомобиль находился в технических правоносостояниях. Безопасность движения в данной ситуации зависела только от действия водителя по урванию автомобиля. Нарушая вышеуказанные нормы, Козырев не предвидел возможности наступления общественно-опасных последствий от своих действий, хотя при необходимой внимательности предусмотреться должен и мог предвидеть эти последствия. В итоге Козырев допустил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого наступила смерть потерпевшей. Нарушение водителям Козырева, не приведенных выше требований нормативных актов, не наступившие последствия находятся в прямой причине связи. Местное наездное на пешеходу Макарова успаложенный пешеходный переход, перед которым снялся транспорт, в отеле которых вступали пешеходы. Достоверно установлены показания вщерицы, на также изъятный вход и осмотр место происшествия, видеозаписи и дорожных транспортных происшествий. Факт управления автомобильным в состоянии опьянения Козырева никаких сомнений в суде не вызывает, поскольку достоверно установлено заключение неправеденно судебной медицинской экспертизы. Результаты медицинского освидетельствования, проведённого Козырева в ГУСС, городская клиническая баница номер 1 Гордеева после совершения дорожного транспортного происшествия. Данные результаты подтверждены последующим химиотико-токсикологическим исследованием Украины в ГУСБСМ и МЗСО. Несмотря на разницу в результатах проведённых исследований, в любых случаях в Козыреве установлено состояние опьянения. Козырев суд квалифицирует по пункту А, ч. 4, ст. 264 УК РФ, как нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека, если оно совершено, и лицом находящегося на ней применение. Учитывая совокупность данных о личности подсудимого и его поведении в ходе судебного заседания, суд переходит к выводу о том, что подсудимое изменение подлежит уголовной ответственности и наказанию. При назначении наказания суд учёл характер степени общества, опасно совершённое преступление, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающего наказания, обстоятельства данных о личности и состоянии его здоровья, влияние на наказание и исправление осужденного условия жизни его семьи, а также достижение таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения его преступления. Иные обстоятельства предусмотрены статью 60 УК РФ и часть 1 ст. 62 УК РФ. Суд учитывает, что подсудимый не судим, характеризуется положительное учёте врачей, наркологов и психиатров, не состоит, трудоустроен. Отягчающее наказание обстоятельства по делу отсутствует. В качестве смягчающего наказания обстоятельства суд учитывает, что подсудимый неизвестный преступление, признался, отдельным раскаялся, что воровой не возместил причиненным преступлением вреда, подвергившего предстоятельного наказания и наставил. активно способствует расследованию преступления, что выразит полное признание на всем протяжении суд производства по делу, сообщение всех обстоятельств совершения преступления, расконечность о деньгах, в связи с чем суд применяет положение ч. 1 ст. 62 УК РФ. С учетом совокупности обстоятельств по дел суд приходит к выводу, что цели наказания в отношении подсудимого будут достигнуты при назначении ему наказания в виде лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами. Оснований для применения положения ч. 6 ст. 15 ст. 64.73 УК РФ вопреки доводам странной защиты суд не усматривает. При определении вида исправительного учреждения суд учитывает, что совершенные преступления относятся к категории тяжкие и с учетом обстоятельств совершения преступления личности виновного назначает козыреву отбивание наказания в правительной колонии общего режима. С учетом данных о личности подсудимого обстоятельства дела имеются основания полагать, что он может открыться, чтобы воспрепятствовать этому также с целью обеспечения исполнения приговора, козыреву необходимо изменить меру пресечения и заключения под стражу. На основании изложенного рука статья 307-308-309 УК РФ приговорил Козырева Юлия Сергеевича, признательным новым решением преступления, предусмотренного пункта на ч. 4 ст. 164 УК РФ, назначенный на наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 43 года. Меру пресечения козырева изменить подписки о невызгоденежащем поведении заключения под стражу в содержании ФКО СИЗО-1 УФИН России по Саратовской области до вступления приговора законной силы заключить его под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания козырева исчисляет 16.10.2019 года на основании ч. 3.1.72 УК РФ зачистимое время содержания под стражу в срок лишения свободы за расчеты 1 день за 1,5 дня отбывания наказания в правительной колонии общего режима с 16.10.